Два пожара, один погибший. Началась рабочая неделя с печальных новостей. 17 августа в областном центре горели частный дом и дача. Хозяйку последней спасти не удалось. А на прошлой неделе произошло 10 пожаров. Статистика неутешительная. Алишер Ашимов с подробностями. Первый пожар произошел в доме номер 107 по улице Сабита Муканова. Огнем уничтожена пристройка и повреждена кровля двухэтажки. К счастью, пострадавших нет. Общая площадь составила 72 квадратов. Эвакуируем один кислородный баллон. Предположительная причина пожара – короткое замыкание. Еще один большой пожар случился в садоводческом обществе Мичурино. Там до Туаз сгорел дачный дом. Пожар произошел 23 часа 25 минут. В ходе тушения пожара было обнаружено безжизненное тело женщины. Дачный домик сгорел полностью. Причина смерти и пожара на данный момент устанавливается. На прошлой же неделе на территории области произошло два несчастных случая. Погибли двое детей. В селе Саумауколь Айрталского района из окна квартиры пятиэтажного дома выпал двухлетний ребенок. К огромному сожалению, от полученных травм малыш умер на месте. Также 15 августа в 17.00 в Тимирязевском районе села Докучаева во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упала в емкость с водой и утонула дочь хозяина, которая 17.05 обнаружена излечена была матерью. А в Воскресеновке Айрталского района загорелся двухквартирный жилой дом. Произошло частичное его обрушение. Огонь уничтожил кухню площадью 9 квадратных метров. Как сообщают в департаменте по чрезвычайным ситуациям, удалось вовремя эвакуировать два газовых баллона. Хозяин дома жив. 85-летний сельчанин получил термические ожоги первой и второй степеней. Всего на территории области с начала года произошло 385 пожаров. Материальный ущерб составил почти 56 миллионов тенге. И самое печальное, в огне погибли 29 человек. Из них четверо – это дети. А с 15 августа в области стартовал месячник пожарной безопасности. Сотрудники департамента в этот период активизировали работы по улучшению пожарной обстановки. Они распространяют памятки, проводят трейды и организуют брифинги и круглые столы.